МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. Не справился с управлением и врезался в ограждение. 15 марта на улице Фрунзе водитель Весты, двигаясь со стороны Московского проспекта в направлении Революционный, попал в ДТП. По невыясненным пока причинам автовладелец потерял управление и врезался в забор. От сильного удара в салоне авто сработали все подушки безопасности. В результате аварии передняя часть кузова авто была сильно повреждена. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Оформлением аварии занимались сотрудники госавтоинспекции. Теперь водителю предстоит возместить ущерб, нанесенный городскому имуществу. В 16-м квартале в многоэтажке загорелась двухкомнатная квартира. 14 марта сотрудники МЧС работали по адресу Дзержинского, 10. Когда подразделения пожарной охраны привели к месту, из окна квартиры уже шел густой черный дым. Огнеборцы сработали оперативно. Из подъезда стали эвакуировать людей. Пожарные вывели 8 человек. Два человека, включая ребенка, спасли при помощи спецустройств. ЧП не обошлось и без пострадавших. Помощь врачей потребовалась хозяину квартиры. Мужчину 55-го года рождения доставили в ближайшее медучреждение. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Как выяснилось, в помещении загорелись домашние вещи, а после и балкон. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Точную причину пожара предстоит установить сотрудникам отдела дознания в ходе расследования. Стали известны подробности ДТП, которое произошло 13 марта в Центральном районе. Мужчина на «Шевроле», двигаясь со стороны улицы Шлютово в направлении Горького, в районе дома номер 7 по улице Ленина сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП тогда пострадали два человека – мужчина 93-го года рождения и женщина 76-го года рождения. Оба они были госпитализированы. В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Близкие не теряют надежды и просят помощи в поисках. В редакцию программы «Патруль Тольятти» обратились родственники Людмилы Михайловны Трошихиной, которая пропала 6 дней назад. 9 марта пенсионерка ушла из дома в 15-м квартале. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. В последний раз женщину видели в первом квартале. Приметы разыскиваемые. Рост около 170 сантиметров. Худощавое телосложение, волосы седые, глаза голубые. Была одета в бежевое пальто с мехом черной гамаши, серую юбку, в клетку коричневые замшевые сапоги. Если вы владеете какими-либо данными о местонахождении этой женщины, просьба сообщить всю информацию по единому номеру 112. Полицейский разыскивает мужчину, который похитил дорогой медицинский аппарат. Кража была совершена в торговом центре Русь в феврале этого года. С заявлением в полицию обратился сотрудник магазина. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку с описанием примет злоумышленника. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Приметы подозреваемого мужчину. На вид около 45 лет, среднего телосложения, рост около 180 сантиметров. Был одет в темную куртку, черную кепку и синие джинсы. Сотрудники полиции обращаются к очевидцам, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого. С просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по единому номеру 112. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok